Здравствуйте в студии Аскар Басыров и это мировые новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Галушка доложили Владимиру Путину о первых результатах работы новых механизмов поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке. По словам чиновников, 80 миллиардов рублей средств из бюджета привлекли в регион 950 миллиардов частных инвестиций, сообщает коммерсант. В регионе действует несколько льготных режимов. Территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, поддержку инвестпроектам оказывает Фонд развития Дальнего Востока и государства. По словам министров, завершается подготовка закона проекта о распространении режима свободного порта на ключевые гавани на Сахалине, Камчатке, Чукотке и в Хабаровске. Кроме того, прошел третье чтение в Госдуме «Закон о льготах по налогу на прибыль и по НДПИ в течение 10 лет для инвесторов, вложивших на Дальнем Востоке в течение трех лет от 50 миллионов рублей». Рост вложений в макрорегион подтверждают и данные Росстата и ЦБ. Однако триллионы иностранной инвестиции заводятся через офшоры и на деле являются средствами российских компаний, утверждают эксперты. Более того, в основном это вложения в добычу углеводородов на Сахалине. Впрочем, цифры говорят сами за себя. Перенесемся за океан, где миллиардер Дональд Трамп окончательно стал единственным претендентом на пост главы государства от республиканской партии. В последние несколько дней из президентской гонки выбыли основной соперник Трампа сенатора штата Техас Тед Круз, который сделал это после поражения на праймерис в Индиане, а также губернатор Огайо Джон Кейсик. Миллиардер поблагодарил Круза за отказ от участия в борьбе, назвав его чертовским конкурентом и жестким умным парнем с потрясающим будущим. Напомним, что для выдвижения от партии необходимо заручиться поддержкой 1237 выборщиков. В стане демократической партии пока остаются два соперника – экс-гость-секретарь США Хилари Клинтон и сенатор от штата Огайо Бернис.